здравствуйте в эфире актуальный разговор у нас вторая встреча с одним из лучших фотографов твери на мой взгляд и это это мнение разделяет многие это вадим дарохин спасибо пойдем что нашли снова время с вам плотном графике пришли к нам сегодня мы поговорим о фотоаппаратах и каковы преимущества зеркальных камер например по отношению к камерам которые встроены в телефон и вообще как всем этим богатством владеть и снимать достойные кадры еще раз здравствуйте давайте сделаем так лучшая камера та которую нас с собой если у нас с собой телефон то соответственно мы не будем мечтать о той камере которая лежит дома или там на витрине магазина есть нас с собой зеркалка значит с каким-то объективом то это у нас в этот момент лучшая камера есть у нас с собой что-то другое будем фотографировать этим теперь какая же все таки модель что же нам все таки выбрать или как сделать классную картинку прежде всего стоит подумать какая задача стоит перед вами мы хотим чтобы это устройство нас было всегда с собой либо мы хотим снимать какие-то шедевры и выполнять какие-то а супер технические задачи делать картинки на виде постеров на стену участвовать каких-то конкурсах вот в принципе сейчас даже на вот порис фото есть специальная категория где журналисты с мировым именем делают выставляют фотографии снятые на телефон это может быть фотографии красивых мест и горячих точек и и просто какие-то событийные travel фотографии или повседневная жизнь сняты на телефоны и напечатаны большим форматом то есть техника сейчас широко шагнула в массы и стала доступна всем и каждому поэтому какой вы какой выбрать устройство маленькое удобное либо удобное но большое и неудобно да все будут как брессон ходить с фотоаппаратами на шее каждый день поэтому подумайте какая задача перед вами стоит а я вам попробую сейчас рассказать в больших фотоаппаратах большие матрицы соответственно это большие объективы большие большой вес то есть общий вес получается там полтора два килограмма как минимум и соответственно все что к этому зарядки флешки дополнительные сумки защиты там вспышки получается такой большой чемоданчик который не всегда удобно с собой носить оправдана только в том случае если большой мастер все это даже если вам это нужно поэтому сейчас есть фотоаппараты облегченного уровня они делают хорошую картинку это могут быть фотоаппараты этой же известной фирмы но допустим меньше ценовой категории приходя в магазин на себя спрашиваем почему там этот фотоаппарат стоит там допустим пять нулей а этот три нуля и менеджер нам начинает рассказывать рассказывать так вот в принципе в принципе основное отличие это размер матрицы как я вам сказал я вам нарисую на большом листе чтобы было понятно вот эта матрица профессионального фотоаппарата как она помещается какого размера да если брать размер натуральную величину то это будет у нас размер до почти со спичечный коробок 24 на 36 миллиметров спичечный коробочек если мы берем матрицу маленького телефона смартфона я нарисую вот так вот заштрихую она практически совсем милипусенькая что происходит когда фотон света попадает на матрицу он попадает на матрицу и вышибает электрончик бодренький электрочек вот электрончики собирается у нас их так скажем усиливает усилитель и процессор как бы преобразовывают и получается у нас картинка к примеру у нас цветок чем больше фотончиков у нас бомбят матрицу тем больше она электричество вырабатывает соответственно тем картинка там цветастия цветнее цветные более цветная более яркая более насыщенная чем меньше фотончиков попадает тем темнее картинка получается у нас тем она более бедная по цвету свету и всем остальным параметрам тем не менее как вы сказали при первой нашей встречи ведь не корректно считать что снимает фотоаппарат снимает человек если у человека нет визуальной грамотности элементарной соответственно ничего хорошего не снимет на мой взгляд должен быть случайно только поэтому я сейчас говорил о технической стороне то есть насколько скажем важен инструмент мы можем сделать это простым инструментом сделать фото допустим маркера а сделать можем и другим инструментом поэтому выбором инструмента это в принципе от задачи поэтому если у вас стоит задача качественной технической пейзажной съемки или портретной то можно выбирать более серьезный инструмент если у вас задача более локальная типа блогер фотографии для своей семьи то здесь более мобильное решение есть очень классные модели без зеркальных камер они легче проще говоря почти половина камеры там зеркало дополнительные проще носить с собой да проще носить с собой положить в карман что удобно раз достали сфотографировали картинка лучше чем у телефона и самое главное в камерах следующего поколения матрица чуть чуть меньше чем в топовых зеркалках картинка очень классная и они умеют гораздо больше чем вот эти ну то скажем мастаду бронтозавры бронтозавры да и стоит гораздо меньше денег вадима правильно вас поняла вот этот спор вечный среди фотографов профессионалов что лучше пленка или цифровая фотография он уже все уже не актуальный я думаю на сегодняшний день он уже не актуальный то есть здесь просто выбор пленка или цифра аналог либо дискретные да в пленке есть свой плюс есть свой то скажем некий ряд шарм зерно но фактически все эти возможности без танцев с губными с там неправильной проявкой с не до переэкспонированием с просроченными материалами все это ушло вместе с пленкой да есть уважаемые люди которые продолжают снимать на пленку них получается классные кадры но на самом деле гораздо дороже сейчас чем имеет цифру обучение на цифровой фотографии идет быстрее потому что мы сразу видим результат мы можем здесь и сейчас научиться вы менять сделать подвижки и кадр скомпоновать так как мы хотим убрать лишние детали сделать его темнее светлее в принципе можно полностью переработать кадр потом на компьютере вот хорошо то есть все таки мы вернулись опять к визуальному языку можете нас научить чего нельзя отрезать человеку снимаем человек вообще не нужно это не стаж мы в полный рост снимаем до человека я так понимаю как правильно произвести кадрирование да тогда на самом деле есть основные такие основные киты как правильно кадрировать кадр меня свое время учили когда ты что такое кадрирование кадрирование это отрезание мы отрезаем какие-то ненужные части кадра поэтому первое если мы кадрируем кадр мы линию кадрировки не проводим по суставам это могут быть рука нога и все остальное второе и если мы кадрируем допустим ставить у нас человек идет нога и вот так вот ногу нарисую если мы кадрируем допустим вот так выше колена либо ниже колена то мы зрительно потом мозг у нас достраивает картинку что нога у нас потом расширяется вот поэтому здесь нужно понимать что если мы проводим какое-то неправильное кадрирование то мозг у нас достраивает спрашивают можно ли кадрировать вот так почему же нельзя если у вас в кадре вы считаете что необходимо как бы часть объекта показать какой-то сверх крупный план почему бы нет я точно слышала что нельзя кисти рук обрезать нежелательно то есть можно вырезать локоть на кисть руки должна быть здесь просто нужно сразу снимать так чтобы у нас локоть не торчал в кадр проще говоря вот так вот не ставьте человека чтобы объектив смотрел в локоть можно развернуть его сюда сюда то есть это уже идет позировка сама вот что касается позировки вот не считаете ли вы что одно из основных ошибок и людей которые сами занимаются фотографией особенно это видно в соцсетях избыточное позирование моделей то есть может быть наибольший шарм как раз в эффекте подглядывания должен быть может быть об этом скажете пара слов здесь есть конечно у нас давление определенных модельных брендов так далее дело в том что если посмотреть то большинство фотографий которые размещены в соцсетях они те которые себя любим и если говорить то народ просто страна отдыха как есть как как что вижу то файл поэтому здесь пока грамотнее не станут люди снимают то есть это с этим никак не побороться то есть просто это нужно обучать 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 если захочет он добьется того результат чтобы на все было хорошо но вот вы когда снимаете модели я может быть профессиональных моделей или просто людей которые в роли модели выступает вы от чего больше удовольствия получаете когда человек прям позирует на камеру или когда он отвлекается на свои мысли он выдает эмоции в это время вы подглядели что лучше или когда есть диалог между ним и вами это тоже по видно в кадрах здесь самый главный вопрос это от задачи то есть если стоит задача снять человека в естественной среде то есть как он себя в жизни ведет если допустим знаем что человек фактически не умеет позировать но в жизни он общается разговаривает там какие-то делают простые действия и он получается естественно можно сделать миллион кадров и поймать них один он будет до классный но как правило с нет столько времени поэтому если нужно четко поставить задачу что нам нужно вот так так и так то нужно конечно контакт с тем объектом стой моделью чтобы и модель понимала задачу и фотограф понимал задачу или просто это мы ловим момент к примеру танец как там в танце можно подстроить чтобы поймать движение нужно просто знать сам танец и находиться в нужной точке в нужное время и делать определенную серию кадр поймать да кстати никогда не думали о том что из вас получился бы хороший охотник это есть какая-то связь между есть репортажной съемкой есть в любом случае выбор точки выбор места времени и момента и настроение определенное тоже нужно поймать конечно ты должен быть в духе то есть там если играет музыка ты все равно как-то понимая что есть какой-то ритм есть определенный момент и который должен совпасть какие объекты съемки является для вас любимыми что вы больше всего любите снимать хороший вопрос нем постоянно задаюсь я люблю снимать еду не скажешь да но в еду люблю да это прежде всего наверно что-то интересное вкусная природа как ни странно интерьер и архитектура то есть я как бы больше может быть известен как свадебный фотограф но он больше не нравится вот какие-то такие моменты предметы которые не убегают которые всегда в вашем настроении они в своем не просто вот в каком настроении предметы вашим или в своем очень да когда идет предметная съемка самые коварные самые сложные предметы это стекло когда снимаешь стекло она чувствует твое настроение но настолько да скажем отражает твое состояние самое зеркало да если ты снимаешь стекло танки ником случае нельзя нервничать нельзя быть напряженным ты обязательно разобьешь ада я сам вода поэтому с водой нужно как сказать ее не надо заставку она всего принимает ту форму куда и нальешь вот поэтому мне можно поговорить с ним уже договориться а если говорить о пейзажах а какая погода идеальная для съемки какое время время дня какое время года возможно все времена а есть такое мнение среди фотографов мастеров что плохо снимает белое небо на белом снегу то есть на такие вот 2 тиры белые дни какие-то зимой которые лучше вообще не выходить на съемку это правда на такое мнение что в том что здесь мы говорим когда съемки природы у природы миллионы состояния и белый день там пусть им пасмурный туманное еще что-то это уже состояние даже серая получится в кадре не серая здесь просто нужно передать это состояние она может быть не совсем удобно и не совсем то есть ты должен перед через себя это состояние должно быть такое настроение ты когда находишься в этой обстановке у тебя соответственно и ты уже мыслишь вот эти тем сливаетесь объектом тем пространством которые есть то есть ты передаешь пространство через себя то есть получается такая творческая медитация как у художников как вы писатели и тут нет такого технического подспорья в виде фотоаппарат как многие думают да на самом деле процесс абсолютно творческий насколько я понимаю да и вот чему вы научились вот так наблюдая за людьми из-за природы и за интерьерами чему вы научились то есть считаете ли вы для себя объект источником знаний несомненно здесь бывает что некоторые так скажем форма подсказывают тебе пути решения каких-то ну чисто вот творческих моментов и вот один на самом деле вы за кадром сказали сегодня что вы не любите студийную съемку я была очень удивлена потому что видела шедевральные работы ваши я думаю что вы на мастер студии я не люблю не то что не другу студийная съемка это отдельный вид съемки вот то есть мне нравится чередовать то есть если постоянно снимать в студии там не будет ну там воздуха там не будет атмосферу нет смены обстановки то есть и важно менять глазу видеть новую картину то есть вывода вам нравится испаряться проливаться дождем перемены нужно перемены то есть нельзя если постоянно проще говоря с ней делать что-то одно да можно достичь хороших результатов и отличных результатов но в творческих вопросах нужно менять пространство менять места получать новые впечатления получать и новый заряд красивых картинок так утрированно новые задачи новые задачи ставить обязательно а правильно я понимаю что студия это очень удобный ну как белый лист для художника очень удобным материал как бы основа вода то есть там можно настроить все что хочешь вот но что вы можете сказать о съемках квартире то есть многие люди думают что квартира тоже мое пространство я переставлю все куда угодно и получится классный съемок что можете об этом сказать чем квартира отличается от студии может быть вопрос такой дилетантский но многих многие задаются и многие ошибаются ну почему в принципе я думаю что некоторых коллег есть вполне адаптированные домашние фотостудии допустим кто-то снимает так скажем кулинарку да ну еду да вот кто-то оборудовал для детской съемки то есть если есть возможность есть такие дома у которых не знаю там отдельная большая комната практически зал как студии этом все сделано все равно мы сейчас говорим о комнате как а студии то есть равно этот вопрос остается до с чем комната студии отличается от обычной комнаты которые стремятся сниматься очень часто люди и получается опять же мусор визуальный в кадре виде шкафов ковров не понял не поняли вопроса когда мы снимаем студии у нас много пространства согласны с этим когда мы снимаем дома пространство практически не отдаетесь отчет ответы что хочешь спросить я хочу спросить вообще попытка снимать квартире она изначально успешно или лучше на улице выйти может успешно может быть и неуспешно то есть может помешать часто возникает вопрос снимать студии снимать дома ну давайте будем отталкиваться до тех моментов что дома у нас как правило очень много снимков мы уже здесь снимали здесь все сделали и много личных вещей личных и лишних которые в кадре будут отвлекать главного объекта человека от чего-то еще вот но так скажем все меняется и бывает что у кого-то дома футбольное поле практически почему бы там не поснимать вот но в большинстве случаев мы все равно переносимся в арендованную студию в интерьерную студию и соответственно там делаем хорошие снимки потому что это другое место другое настроение другой интерьер поэтому если есть у вас какой-то скажем творческий порыв вы чувствуете что дома вы не сможете сделать вам нужно искать другое место или улицу или улицу по кстати сейчас вот замечательная погода как бы городские ландшафты может быть лужайки может быть и какие-то другие места позволят вам реализовать свои творческие возможности сами вы как человек кому доверяете снимать свои портреты вопрос очень интересно хотел посмотреть на фотографа с которым вы сотрудничали как модель потому что я помню даже рекламу с участием вашим участием это было очень красиво из вас получилось отличная модель допустим часть портретов которые как правило как фотографу сделать портрет самого себя это поставить фотоаппарат на штатив можно не штатив просто куда-нибудь там на полочку с книжками сделать кадр но это будет такая замороженная статуя которая в принципе с вами наверно не будет интересно поэтому мы доверяем друзьям коллегам может быть не просто коллегам просто даже бывает что и просто человек который шел по улице совсем недавно была съемка для интернет-магазина и мне просто было настроение в принципе все соответствовало и на стенке присутствовал фитнес-тренер один такой вот хорошо в качестве штатива я говорю миш давай кнопочку нажмешь могут хочу как куда игру показал все хорошо и в принципе у него получился отличный кадр и размещен в инстаграме у меня да бывает бывает это редкие исключения как правило доверяем своим коллегам фотографам видеооператором здесь принципе главное чтобы человек видел кадр вот то есть просто видел картинку он понимал что что от него хотят и не портила настроение потому что бывает бывает что вообще получаешься ужасного у кого-то у кого-то очень хорошо это же тоже как-то вот найти своего фотографа кстати что включает себя понятие найти своего фотографа по вашему здесь насколько человек понимает что вы хотите передать то есть важно не только техническая часть но и передача эмоциональной составляющей это самое главное с моей стороны с моей точки зрения то есть технически сейчас любой и всякий возьмет камеру скажет я фотограф вот но дело в том что обладание камерой и пройдя курсы мы как правило не становимся фотографами он как бы большом понимании этого слова поэтому найти своего фотографа это наверное найти не родственную душу а найти человека у кого вы получаетесь так как вы себя видите внутри потому что когда мы берем свою фотографию и смотрим о это не я меня товарищ фотографил смотрят это я да вот в принципе вот когда все вот эти вот шестерен очки сходятся то получается что вот я вот у этого товарища хорошо получаюсь и соответственно так же как я допустим вот у этого парикмахера у меня получается все хорошо а вот у этого парикмахера ну как тот не очень вот почему они в принципе оба одинаково работают поэтому здесь наверное скорее всего и так скажем душевный подход то есть подход как человека к человеку так и умение техническими задачами передавать образ то есть человек владеет инструментом я согласна с вами и и и еще такой вопрос вот как вам кажется вообще стоит и целесообразно время от времени например раз в год проводить фотосессию для себя для своей семьи вот потому что есть мнение что некоторые люди говорят да ну все это уже прошлое ерунда это не имеет значения есть люди которые наоборот закапываются в прошлое но вот мое отношение в том числе к работам который сделан на вами и без вас я бы не знала себя настолько хорошо как я себя знаю то есть как раз тут вот полное совпадение вот и как как вам кажется вообще вот целесообразно раз год еще раз узнать себя может быть что-то новое появляется как правило со стороны же мы не видим себя и на снимках которые сделаны чутко мы видим узнаем о себе что-то такое что со стороны не видели и обнаружив это мы начинаем это растить как-то в себе если это цена до для нас это очень помогает у вас есть такие клиенты которые к вам обращаются даже такая такой подход это особенно когда касается маленьких детей они очень растут быстро и когда родители их воспитывают выясняется что он сейчас он родился хоп он уже пошел в школу когда когда он успел вырасти вот поэтому те изменения которые мы каждый день приносим с собой они меняют нас меняют как бы все что вокруг нас тоже поэтому семейные фотосессии что происходит когда мы берем семейный альбом мы открываем и смотрим ага вот там я вот пошел в школу или там еще что-то и мы как бы это кажется в разная машина времени мы переносимся из сейчас туда и и складываем легенда о себе с маму себя да здесь вам детям мы рассказываем настоящие или вымышленные истории перелистая страницу альбома мы не просто перелистываем листочек картона мы перелистаем пласт истории и пласт нашем сознании мы реально помещаемся машине времени поэтому казалось бы если мы в этот год не сделали семьей фотографий то это значит этот год выпал у нас мы эти что-то потеряли мы потеряли может быть часть себя вот поэтому мы потеряли ключи от прошлого да да потому что часто мы делаем что-то такое что нам хотелось бы изменить или поправить или может быть улучшить и с помощью семейных фотографий мы можем постараться восстановить может быть вернуться к тем чувствам которые были у нас тогда когда нам ну все казалось таким простым легким может быть даже до радушным пусть сейчас может быть не совсем это казалось бы вовремя но это так просто сделать семейный снимок вот на этой ноте пожалуй разрешите с вами попрощаться спасибо вам большое за внимание один вы же придете к нам еще фотографии за тема на которой можно говорить бесконечно особенно с таким мастером как вы спасибо вам большое всего доброго и и и и и Редактор субтитров А.Семкин